Людмила Николаевна, добрый день! Добрый день! Тема нашей сегодняшней беседы — это появление и деятельность профсоюзной организации на складском комплексе в городе Невиномысске, принадлежащем компании Wildberries. Людмила Николаевна является одним из руководителей профсоюзной жизни на этом предприятии. И мне хотелось бы начать с вами беседу с такого вопроса. По каким причинам было решено создать профсоюз на предприятии? Мы начали свою деятельность на этом предприятии. Это ООО, ВБ Невиномысск, такое правильное название. 1 декабря мы пришли на предприятие. Были удивлены очень многому, так как мы не юные работники, а уже со стажем с достаточным являемся пенсионерами. И что же нас там заинтересовало? Значит, у нас сын захотел пойти подрабатывать там, так как там есть возможность работать еще по ГПХ, то есть гражданско-правового характера договор, он является работником предприятия, у него трудовая книжка там. Мы поехали для него, узнали информацию. Ну, оказалось, что на нашем предприятии всех принимают только по трудовой книжке. И нашему сыну не удалось там подрабатывать. Ну, наверное, к счастью. Ну, муж все-таки затеял пойти посмотреть что-то такое, так как зима впереди, скучно, чем-то надо заниматься. Я не разрешила ему идти одному. С нами подруга наша пошла. Мы устроились на предприятие по трудовому договору. И вот с первого момента, когда мы попали на территорию предприятия, то есть мы увидели огромное складское помещение, несколько гектар, вот, что мне очень понравилось, первое бросилось в глаза, огромное количество молодежи. То есть это наше будущее, наше поколение тех работников, граждан нашего государства, которые, ну, будут после нас развивать нашу Россию. Вот. Ну, нам понравилось это. Ну, только это и понравилось. Вот. Потому что, получив спецодежду на руке, у нас сразу оказался минус на нашем балансе финансовом. У нас сразу же вычли деньги, еще не начав работать за спецодежду. Ну, ладно, посмотрели, что это такое. Значит, стажировка. Стажировка пару часов прошла, нас поводили по складу, показали несколько зон разных видов деятельности, то есть, ну, разной технологией работы занимались люди. Кто-то сортировал, кто-то собирал там товары, кто-то упаковывал в коробочки для отправки на пункты выдачи заказов. Вот. Ну, вот, что мы увидели. И увидели сварочные работы под потолком, так как это где-то примерно 7-8 этажей помещения без перекрытий различных. Ну, вот там вверху где-то крыша металлическая. Вот. И идет сварка, кругом картон, полиэтилен и так далее. Конечно, первый вопрос, простите, а если загорится? Вот мы стали спрашивать тех, кто нас обучает, наставника. Куда бежать-то, если вдруг что-то загорится? Нам говорят, ну, тут что-то, вот какие-то ворота открываются, и вот туда побегут. А несколько сотен человек одновременно работают в смену. Естественно, человек, который отработал долго на предприятии, тем более мы на химическом предприятии, я 30 лет трудилась, там такое просто, ну, как бы, оно бросается в глаза. И вот эти все нарушения охраны труда, они резко бросились в глаза. То есть это сварочная работа. Это то, что нет питьевой воды, и люди пьют, моют руки в туалете, значит, и с ладошки пьют воду. Вот это покоробило, как это воды питьевой нет. Оказалось, нет аптечек, потому что в первый же день я умудрилась листочком бумаги порезать палец, замотать его некак. Так как, проходя через проходную, там всех, всем предлагают настойчиво раздеться до нижнего белья. И вот в этом голом виде все в очереди стоят туда и обратно, так как свободный график, и движение идет и в одну сторону, и в другую сторону работников через одну и ту же проходную. Ну, понятно, у женщин в своей раздевалке, мужчин в своей раздевалке. Но абсолютно ничего заносить нельзя. То есть если телефон, то только кнопочный, без камеры, ну, очки можно было занести, вот бейджик у тебя на шее, но все это внутри должно быть под спецодеждой. То есть палец замотать, если ты порезал, то нечем. Аптечек нет. Ну и вот такие вот, знаете, вроде бы как мелочи, но они просто покоробили. Ну, первый день мы там часа два-три походили по складу, попробовали поработать. Работа, не скажу, что высокий интеллект нужен для того, чтобы там работать. Ну, там практически любой человек может работать. Ну и привлекательно, что ты, когда хочешь, приходишь в свободный график, когда хочешь, уходишь. Ну и гарантировали нам во всех рекламах, что здесь дельная форма оплаты труда, и ты можешь зарабатывать, исходя из количества и качества, выполненного тобой работы. Чем занимаются? Это сканируют штрих-коды на товарах, сортируют их. Ну, я сказала, что кто упаковывает, кто как. Ну, вот это, в принципе, то, что было начало. С первого же дня мы поняли, что работать здесь очень опасно, потому что огнетушителей тоже нет никаких. Ну, как бы мы просто были поражены такому отношению руководства склада к состоянию охраны труда. Ну, на второй день мы пришли работать, оказалось, что там нет отопления. Вообще все отопление – это воздушные завесы на тех воротах. Вот склад огромнейший, 35 ворот, куда подъезжают машины, становится, ну, задний борт открывается, и вот товары загружаются, либо выгружаются. Вот эти ворота обдуваются воздушной завесой, и оттуда идет теплый воздух. На улице минус 10, бешеный ветер, и в помещении не было отопления никакого, и вот эти воздушные завесы теплым не дули. Тогда три дня что-то было с котельной у них, и не было отопления. Естественно, все простыли. Одевать нательное белье под низ, под спецовку нельзя. То есть вторые носочки не оденешь, стелечку в тапочки не положишь. Если капюшончик на голову накинул, штраф пару тысяч сразу, потому что все под камерами кругом. Причем штрафами это работники называют между собой. А как таковых говорят, ну, это депремия. Значит, руководителя на складе никто не знает, кто есть начальник на складе, нету начальника, директор или кто он там такой. Никто не знает вообще ни руководства, ни администрации. Есть некоторые, некие старшие, их так называют старшие. Кто они по должности, никто не знал. Как их на самом деле, кто они, фамилии, имя, отчество, тоже никто не знает. Ну, называют там, допустим, Катя или Оля, или там Давид, Богдан. Кто они? Может, это и не Давид, и не Богдан. Ну, вот бельжиков нет. Ну, ничего не известно. Есть для общения с работниками в Телеграме. Есть своя группа, в которую только когда ты оформляешься, вот есть отдел персонала, там четыре девочки находятся. Вот они подключают человека через QR-код, подключают к этому Телеграм-каналу. Его невозможно ни сфотографировать, скриншот невозможно сделать, ни переслать оттуда, ничего невозможно. Ну, такая закрытая Телеграм-группа. Вот все, что там организовано. Значит, спросить у кого-то инструкцию какую-то по технологии работы или по охране труда, это тоже невозможно было. Ну, просто этого не было. Ну, со второго дня мы очень здорово смеялись, не могли понять, зачем мы сюда вообще пришли. Вот что нас, пенсионеров, привело на это предприятие. Зачем? Вот вопрос, зачем? Мы с первого дня начали получать какие-то минусы. То есть вот в мобильном приложении, в телефоне дома ты можешь увидеть, сколько ты заработал, сколько у тебя там в личном кабинете денег накапало за твои качества и количество работы, и сколько у тебя уже списали. Что такое списание, тоже нам было непонятно, объяснить невозможно было. Значит, для того, чтобы попросить, чтобы у тебя убрали эти списания, ну, разобрались, конечно, и убрали эти списания, надо подходить к старшим. Старших говорят, что это Москва, все отслеживается автоматически, вот вы сами плохо работаете, поэтому, ну, вот так. Ну, вот эта отговорка, она до сих пор так и действует, что это вы такие, вот, не умеете работать. У некоторых же не бывает такого. Бывает, конечно, у всех, но у кого-то совсем чуть-чуть. Но сами понимаете, что есть всегда категория людей на любом предприятии, это и было всегда, и есть сейчас, которые, к которым более благосклонно относится руководство. Вот, ну, а остальные, они должны зарабатывать для тех, которые, ну, являются руководителями, насколько мы теперь понимаем. Вот. Ну, вот, с первого дня мы так поняли, что здесь без коллективной, организованной правосоюзной деятельности ничего не получится. Сходив туда три дня, чтобы отработать свои штрафы, не штрафы, а как списание за спецодежду, это же надо отработать, ну, где-то в районе около двух тысяч рублей получается, надо заработать. Но когда человек не имеет представления, что это за работа и как работать, а научить толком там не учат. Ну, показали, вот тебе терминал сбора данных, вот тебе, значит, сам сканер на палец одеваешь, ну и все, и ходи там собирай. Вот, мы на сборке были. Получили приглашение от отдела кадров зайти в отдел кадров, вернее, в этот отдел персонала подписать трудовой договор. Вот, это было в группе написано в Телеграме. Ну, и где можно было почитать этот трудовой договор? Когда еще оформлялись на работу, оформлялись, ты должен в мобильном приложении закачать программу некую, Valber's Job называется, это информационная мобильная программа. Вот, мобильное приложение. И там надо поставить галочки, что ты ознакомлен с каким-то перечнем документов. Так как у меня опыт работы с документами был, я начала, ну, с самого начала, думаю, посмотрю, что это за документы. Первый – это трудовой договор. Он открылся. Я посмотрела. Ну, что-то там ссылки все время идут на трудовое законодательство. А все остальное, оно не открылось. Просто оно не открывается, нет тех документов. Ну, галочку не поставишь, ты не зарегистрируешься. Все ставят галочки и, естественно, дальше проходят. И появляется QR-код, с которым потом тебя в отделе персоналов оформляют. Так вот, все-таки, да, при трудоустройстве мы что-то подписывали. Я теперь поняла, что мы подписали документ о согласии для использования электронного документа оборота в кадровом производстве, да? Вернее, в кадровом делопроизводстве. И если внимательно почитать, то это касается только трудовой книжки. Ну, так как нам все равно, нам поставили штампики в трудовых, что нам заведена электронная трудовая книжка, а трудовую книжку отдали на руки. Ну и все. Так вот, когда мы пошли подписывать трудовой договор, я сначала дома распечатала, скачала с мобильного приложения, у нас оно было. В мобильном приложении шаблон был трудового договора, договора о полной индивидуальной материальной ответственности и согласии на обработку персональных данных. Вот эти три документа, они были, ну, как бы они в совокупе были. Вот. Внимательно прочитала, выделила все интересные для меня места в шаблоне в этом, потому что это не наш трудовой договор, а шаблон. Ну и мы пришли в отдел персонала, втроем зашли, говорим, нам надо расписаться в трудовом договоре, ну, можно. Они, пожалуйста, дают файлик и показывают, где надо поставить подписи. Я говорю, а я ознакомиться хочу. Вот. Ну, пожалуйста, знакомьтесь. Дали. Я говорю, а почему один экземпляр? А мы всем один даем. То есть на тот момент, да, на тот момент уже более тысячи человек работала на предприятии, значит, всем дают один экземпляр. Я говорю, я не все, дайте мне, пожалуйста, два. Ну, вы читайте. Я прочитала, посмотрела. Ну, во-первых, это отличается от того шаблона, который в мобильном приложении, трудовой договор. Ну, и что там еще? Там написано, что если я подписываю трудовой договор, то я согласна, что я ознакомилась с 11 локальными нормативными актами. Они перечислены там. И стоит рядом графа, где я должна расписаться, что я ознакомилась. Я говорю, ну, смотрите, вот тут написано, первое, это в пункте 7.4, что трудовой договор в двух экземплярах равный, имеющий равную юридическую силу для обеих сторон. А второе, это вот, я не могу подписать этот трудовой договор, вы мне дайте, пожалуйста, ознакомиться с локальными актами, перечисленными в трудовом договоре. Естественно, у них их не было. И вот в течение месяца у нас было с ними, ну, как, несколько раз встречались. Мы с ними ходили в отдел персонала, просили, чтобы нам дали ознакомиться. Нам все время обещали, что вот будут, вот привезут откуда-то. Ну, как мы думали, что из Краснодара. Ну, через месяц только дали. Ну, опять-таки, не все посмотреть. Я просмотрела, подписывать ничего не стала, потому что они знакомят так, дали тебе всю пачку, ты должен ее тут же прочитать и расписаться. Я прочитала, но не расписалась нигде, сказала, что я ничего не поняла и ушла. Был момент, о котором я сейчас говорить не буду, что я еще сделала. Вот. Но я узнала о том, что ни о каких штрафах, ни о каких списаниях нет ни в одном из этих локальных нормативных актов. Причем некоторые, они совершенно нас не касаются, они даже вообще не касаются сотрудников. Там есть, у нас есть комиссия по трудовым спорам, а там совершенно другой документ, он касается вообще административных органов, военных, там, полицию и так далее. Ну, то есть, он к нам не имеет отношения. Вы, когда первый раз посетили их, и они нам не смогли показать документы, мы вышли в коридор втроем, сели и говорим, тут без профсоюза не получится, потому что один на один с этими друзьями разговаривать невозможно. Какой бы ты там грамотный, опытный, умный не был, у одного не получится, только организация нужна. Ну, вот мы втроем подняли руки за создание профсоюза, и 9 января, мы подготовились до 9 января, узнали потребность работников, побеседовали с большим количеством работников, разъяснили, что такое профсоюз, есть ли смысл создавать здесь вообще потребность людей в защите своих прав, есть или нет. Оказывается, есть. Подключились к многим чатам и группам, самостоятельно созданным работниками, увидели чаяние народа. Естественно, так как был опыт у нас работы, уже мы создавали профсоюз на химическом комбинате, нашем невиномыском азоте, независимый профсоюз был, у нас два тогда было профсоюза работало на предприятии, назывался он «Защита труда», мы входили в профсоюз «Защита», вышестоящая организация, и вот мы как раз большую практику, опыт, знания получили именно в той работе, более пяти лет работал наш профсоюз, поэтому у нас был опыт, и мы как-то себя уверенно чувствовали. Значит, встретились с теми, кто раньше был у нас в активе, те, которые в других структурах, которые помогали нам тогда, с кем мы работали, обговорили все моменты создания профсоюза, и 9 января по окончании каникул зимних мы пришли в территориальное объединение, уже готовые территориальное объединение организаций профсоюзов города Невиномыска, которые в свою очередь входят в конфедерацию труда. КТР, наш КТР, да. Для нас все было знакомо, вот я списалась с Бабичем Олегом Борисовичем, написала, что мы создаем профсоюз, получила от него рекомендации, поддержку, вот, ну, старые отношения, не старые, прошлые отношения профсоюзные, они играют большую роль, мы понимаем друг друга, все его подсказки, они нам были очень важны при создании, при работе. Провели первое собрание свое, создали профсоюзную организацию официально 9 января, избрали руководящие органы, 10 января мы утвердили свой устав на следующий день, и на следующий день, подав свое ходатайство в территориальное объединение организации профсоюзов города, мы попросили, ну, как ходатайствовали о том, чтобы нас поставили на профсоюзный учет, на профсоюзное обслуживание здесь, так как юридическое лицо у нас не было планов создавать, нам просто не нужно, у нас есть вышестоящие рядом, нам здесь очень комфортно вместе с ними работать, у них уже опыт работы 34 года, они работают, ну, на сегодняшний день 35 лет работают здесь, в городе Невиномысске, как объединение профсоюзов. Конечно, это большое подспорье, когда у тебя рядом, ну, вот находятся те, с кем можно, ну, профессионалы, с которыми можно работать. Это, конечно, большую роль играет. Вот так мы создали свой профсоюз. Ну, и уведомили работодателя, естественно, все, что необходимо направить, мы направили это уведомление и просьбу о том, чтобы определил работодатель, значит, лицо, которое будет уполномочено должным образом вести переговоры с профсоюзом, работать с профсоюзом. Ну, вот, это первый этап был наш. Скажите, как отнеслась молодежь к тому, что необходимо вступить в профсоюз и совместно бороться за свои интересы? Ну, знаете, сразу скажу, что молодежь, к великому сожалению, очень мало знакома с такими общественными организациями, как профсоюз. Почему? Потому что с 90-х лет мы знаем, что происходило в нашем государстве, но отучили людей заниматься защитой своих трудовых прав, внушили людям неверие в свои силы, в свои возможности, в свои права. Ну, как бы, это очень-очень здорово чувствуется. Если тогда мы в 2005 году, когда создавали профсоюз, мы же создавали на предприятии, у которого есть профсоюзная организация, и люди понимали, что такое профсоюз и для чего он нужен, то на сегодня с молодежью сложно. Но хочу отметить очень положительный момент. В нашу организацию сразу влились ребята-молодежь из МПРА. И это было очень приятно. Знаете, та активная, живая, молодежная организация, которая параллельно работает у нас в Ставропольском крае, и пришли к нам, работники пришли к нам в профсоюз, плюс еще ребята, которые с других предприятий МПРА, мы стали совместно друг у друга учиться, потому что, знаете, у нас все-таки стиль работы тех поколений, ну, тех времен, да, а здесь по-другому, здесь другое видение, ну, у них еще энтузиазм другой совсем. Если у нас такой уже, знаете, опытный энтузиазм, а молодежь еще, ну, они живые, энергичные, интересные очень, они делились своими документами, мы смотрели, брали у них, много интересного брали, и, кстати, из их документов брали и в устав себе, тоже, надо отметить, что вот просто молодцы, сработали хорошо. Ну, и наша молодежь, которая работает, кто-то в МПРА состоит, а кто-то состоит у нас в нашем профсоюзе, есть, которые и там, и там состоят. Ребята поехали учиться в Санкт-Петербург, там проходил семинар, мы постоянно были с ними на связи, они кидали нам материалы, которые там были, ну, чему учили, как учили, мне очень понравилось. Вот программа была хорошая, интересная у них, материалы давались интересные, ну, то есть, мы где-то рядом с ними постоянно вот на расстоянии, но рядом с ними находились, пока у них шло обучение. Поэтому хочу сказать, что у молодежи большое будущее, наша задача, когда мы создавали профсоюз наш, да, то передать наш опыт, наши знания, передать молодому поколению. И мы хотим воспитать тех людей молодых, которые после нас, мы же не вечно будем заниматься этой работой. Естественно, поставив на ноги профсоюзную организацию, это наша задача сегодня подобрать тот коллектив, который сплоченно начнет работать в защите трудовых прав работников, ну, молодое поколение. Ну, а мы на поддержку должны быть только, потому что, ну, нет вечных людей, поэтому, ну, вот так. А как отреагировал работодатель, администрация? Ну, вы знаете, если раньше привычно же было профсоюзы на предприятиях, да, а вот Валберис, он 20 лет уже работает на рынке, занимается бизнесом, но профсоюзов у них не было, вот, и у них своя система, это совершенно новый работодатель, абсолютно новые формы трудовых отношений, даже форма ведения бизнеса, она далеко не всем понятна. естественно, сначала написали нам о том, что у них недостаточной информации, чтобы признать нас как профсоюзную организацию. Какая же нужна была информация? Вот мы им не отправили устав, сразу мы не отправили, они просили любезно предоставить устав, список членов профсоюза. Это же не обязательство. Нет, это вообще не имеет права спрашивать. качественный, количественный список, ну, значит, там ряд вопросов, которые являются внутри союзными, внутри, они, ну, как, даже в соответствии с законодательством, они не имеют права спрашивать такие вещи. Вот, мы дали ровно столько, сколько по закону положено. Ну, ничего страшного, знаете, мы, в принципе, и рассчитывали на то, что сразу они не признают нас, да. Тем не менее, мы ответили, тут же письменно ответили, кстати, общение у нас только через почту, нашу почту России, это заказные письма курьерам, потому что, если не курьером отправлять, то нет гарантии, что кто-то когда-то получит это письмо. Письма не забирают на почте. Это из других складов тоже подтвердили, что хоть и заказное письмо может лежать сколько угодно и вернуться назад. Поэтому мы отправляем курьером, это тоже как бы подсказка наших ветеранов, которые опытные, говорят, только курьером отправлять заказные, иначе могут не получить. Так оно и вышло. Мы повторно уже потребовали, чтобы работодатель уполномочил кого-то, кто будет вести с нами диалог. вот месяц вот таких переписок, значит, естественно, работодатель пытался от меня избавиться разными способами. Так как мы там простыли все очень сильно, и я получила хронические воспаления, пришлось мне попасть на три больничных, поэтому я испытала на себе, что такое больничный, как он оплачивается, и как работодатель пытается во время больничного пригласить работника для того, чтобы ознакомиться с документами. На связь со мной вышла уполномоченная работодателя, та, которая прописана в трудовом договоре, то есть у нас работодатель ООО ВБ Невиномыс и в лице уполномоченного специалист по кадровому делу производству Рискина Кристина Александровна по доверенности. Указана какая доверенность. Ну, то есть, естественно, у нас больше никого нет. Никто не знает, кто начальники остальные, не директора, вообще ничего не известно, поэтому, естественно, с ней. Но она сама вышла на меня, и общение было только по WhatsApp. То есть, мы в WhatsApp общались. Она мне писала приглашение, там я ей отвечала. Пару раз созвон маленький был такой, очень коротенький. Как бы у нас обозначился человек, с которым можно какой-то контакт иметь. в переписке у нас все время звучало дайте устав, дайте список, дайте рабочие места, какие там, на каких рабочих местах работают. Но по поводу рабочих мест скажу сразу, что все члены профсоюза работают на всех рабочих местах, там вообще все могут работать на всех рабочих местах, потому что ты пришел на работу, где свободное место есть, ты там можешь стать и работать. Надо просто пройти некое маленькое обучение, стажировочку небольшое. Поэтому все стараются иметь навык работы на разных рабочих местах. Поэтому сказать на каких рабочих, на всех работают. На месте начальника склада нету никого из членов профсоюза. Вот такой контакт он и остался у нас на данный момент, но с определенного времени, где-то с конца марта, мы с Рискиной Кристиной Александровной больше не переписываемся и не разговариваем, потому что мы начали принимать активные меры, так как работодатель мы предложили социальное партнерство, это все официально всегда отправляли письменно, значит на некоторые письма наши работодатели отвечал от профсоюза, ну на некоторые не отвечал, просто не отвечали. Мы как работники начали, ну мы несколько человек сразу начали обращаться к работодателю с требованиями, с просьбами, чтобы предоставили инструкции должностные, предоставили значит локальные акты для использования в работе и так далее, ничего этого не давали нам, просто игнорировали, то есть сразу скажу, что до сегодняшнего дня с 9 января ни на одно письмо, личное письмо работников ответ не получили, то есть ни я не получала, ни кто-то другой, единственное, со мной была переписка в отношении больничных листов, они пытались меня уличить в том, что я прогуливаю дни, находясь на больничном, то есть я прогульщица была у них, не получилось сделать прогульщицей, потому что я на все ответила так, как надо, приложила все необходимые документы и очень хорошо, что я была на больничных, я увидела, как оплата происходит, то есть они по 2 месяца и более не оплачивают больничные, вот, и не передают данные в фонд социального страхования, ну, теперь вот пенсионные, да, но вот на себе мы испытали много моментов таких рабочих, которые, ну, как бы являются нарушением наших трудовых прав, ну, и это вообще в профсоюзе так и должно быть, не может человек рассказывать о том, что творится на предприятии или там защищать интересы работников, если сам он не прошел вот, ну, вот эту трудовую, не занимался трудовой деятельностью на данном предприятии, поэтому мы всем и другим там всем, кто обращался к нам с просьбой рассказать, вот на каналах каких-то выступить и так далее, мы всем рекомендуем. Свободно можно устроиться, пойти поработать несколько дней, график гибкий, оплата сдельная, если вы задолжали предприятию, неважно сколько, с вас никто ничего не возьмет при увольнении, то есть им нечем доказать, что вы должны, то есть в суд никто не пойдет и через приставы никто ничего не возьмет. По этой причине для защиты прав, если кто-то, ну, есть различные профсоюзы, мы уже увидели это, которые помогают, помогают складским работникам, работникам ПВЗ решать вопросы трудовые, но не побывав там, не попробовав, что это такое, просто даже не верится, что такое может быть, вот что такие нарушения могут быть, оно просто не укладывается в голове у нормальных людей, вот, поэтому, ну, вот так. Как Вы считаете, подобные нарушения, они связаны с тем, что люди, ну, как бы, трудящиеся, работники предприятий во многом занимают пассивную позицию, потому что ведь Невиномыск, достаточно крупный промышленный центр и трудовые отношения на других предприятиях достаточно развитые, законы соблюдаются. А здесь такой, знаете, заповедник непонятно чего, где люди там на положении рабов каких-то находятся. Ну, знаете, действительно, всё зависит от людей, они соглашаются, соглашаются с этим. Понимаете, вот с самого начала, когда ты зашёл на территорию предприятия в раздевалку и тебя раздели, причём под камерами, да, это уже психологическое давление на человека. Во-первых, это унижение. Нет повода раздевать человека. Причём, как теперь уже показали нам документы, у нас же активная работа идёт по защите прав, да, мы не на словах защищаем интересы работников, а на бумаге отправляем всё это, да, то работодатель пишет, да, никто никого не раздевает, никто никому не предлагает раздеваться. Люди исключительно, вот слово мне понравилось, исключительно по собственной инициативе раздеваются, стоят в очереди раздетые друг за другом, ждут, когда очередь подойдёт пройти через вертушку эту, да, ну, то есть, исключительно по своей инициативе, понимаете, вот, поэтому зашёл человек и якобы исключительно по своей инициативе разделся, у нас, шутят, говорят, у нас стриптиз-клуб на Валбересе, ну, потому что раздевают, причём, руководители не раздевают, они ходят через другую проходную из старших этих, ну, и далее, за спецодежду берут деньги, смывающие вещества не дают, про аптечки, сейчас они появились, вот, но они, комплектация, теперь же законодательство меняется всё время, да, и аптечка не укомплектована, так как мы привыкли в старые добрые времена, то есть там нет препаратов никаких, лекарств нет, то есть это бинтики, это ножницы, там, ну, кое-что, и то не полностью укомплектовано, но никто не информировал, что эти аптечки появились, никто, ну, не говорят, нигде не объявляют об этом, понимаете, ну, то есть, вот, столкнулся человек с такой ситуацией, а что делать, да, ну, и когда у человека появляются минусы в личном кабинете, непонятно, за что удержанные деньги, да, ему говорят, это не твои деньги, он говорит, ну, как же так, у меня же, как, сдельная оплата, я же вот от количества сделанных, там, вот, скан действий этих, да, говорит, нет, вот только то, что у тебя на баланс попадет из денег, да, там есть такая, два кошелечка, кошелечек-тарификатор называется, кошелечек-баланс, вот, когда из тарификатора у тебя денежки перетекут на баланс, вот там это твои, а вот это все, что, это чисто информационное, понимаете, и человек не может это понять, ну, просто непонятно, мне было очень долго непонятно, вот, понятно стало буквально, ну, тут, полтора месяца назад, поэтому человек задавлен, но, это же игра, понимаете, игра психологическая, то есть, человеку сказали, что гибкий график, на самом деле, в трудовом договоре написано, что график с 9 до 9, два через два, в трудовом договоре, все подписывают, потому что, теперь, это не так, когда мы 1 декабря пришли, теперь пришел новый человек устраиваться на работу, ему на следующий день трудовой договор дают подписывать, то есть, первый день он не попадает на работу, вот он пока не подпишет трудовой договор, он не попадет на склад, понимаете, то есть, все подписывают, ему уже работать надо идти зарабатывать деньги, ему сказали, что это сдельная оплата, и человек думает, что чем больше он сделает работы, старается, качественно, Вроде бы ничего там нарушить-то в принципе практически нечего, если хорошо разобраться, то несложная работа. Ну и научить же все равно должны, все равно отстажировать как-то должны как следует, нет такого. Да, человек старается, видит большую сумму, он может и 10 тысяч за смену заработать, понимаете? То есть у него, он пришел домой, а у него 10 тысяч, он видит десятка заработанная. Ну где он такой? Вот хорошее у них у всех выражение такое, а где вы такую зарплату найдете в городе? Нет у нас таких зарплат. А тут 10 тысяч. Но только с писаниями может 5 тысяч быть, может 15, может 50 тысяч, может 100 тысяч с писанием. И человек в минусе. Но он же видел, что он зарабатывает, что он может заработать. И он бежит снова зарабатывать, понимаете? Это вот как однорукий бандит, как вот эти автоматы, как казино. То есть он понимает, что он может. И надеется, что ну все, больше не спишут столько. Ну ладно, там 500 рублей, там тысячу, ну две тысячи спишут. Ну три-то пять я заработал, я ж такое нигде. Ну вот поэтому так получается. И у человека получается, как бы заманивают вот этим гибким графиком. Да, действительно, люди ходят, когда хотят работать. Сейчас просто невыносимая жара, и люди работают больше всего ночью. Потому что ночью попрохладнее, но и ночью очень душно там. Вентиляции нет никакой. Ни кондиционирования, ни очистки воздуха. Пыль стоит, потому что с картоном, с бумагой, с веществами разными работают. Естественно, это помещение, которое должно, кондиционирование, очистка воздуха, это просто должно быть. Пока вот так еще, я хочу сказать, что изменений глобальных, больших пока нет. Но расскажу, что уже сделано. Расскажите, что сделано, потому что вы уже некоторое время работаете. Раз появились аптечки, я думаю, что они появились. Ну да, смотрите, на самом деле не аптечки должны быть. Аптечки, само собой, должен медпункт быть, потому что на предприятии работают, как подают информацию они официальные органы, то полторы тысячи человек. На самом деле, мы понимаем, что более двух тысяч человек работающих. Должен быть не только медпункт, а уже фельдшерский пункт должен быть. Причем, если работа ведется круглосуточно, то он круглосуточный должен быть. Нету медпункта у нас, до сих пор нет медпункта. Я не знаю, я видела на планах эвакуации. Вот планы эвакуации есть, значит, вот там мы можем увидеть, какие помещения предполагается что-то создавать. Мы начали писать с февраля месяца, с начала февраля, стали обращаться. Ну, когда увидели, что работодатель не идет на контакт с профсоюзом, да, мы стали обращаться в прокуратуру, гострудинспекцию, к уполномоченному по правам человека. Естественно, обратились в администрацию города, к руководителю города. С ними работаем очень активно, со всеми. За это время, за полгода у нас подано около 140 обращений, часть из них к работодателю, вот 78 это в прокуратуру, инспекция, естественно, да, Роспотребнадзор, само собой, МЧС наши. Ну, как нам рассказывали во всех органах, во всех абсолютно, что у нас мораторий, проверять никого нельзя, поэтому, ну, вот такая ситуация, понимаете, вот мораторий, это проблема большая. Ну, слава Богу, мы не одни, работаем не сами по себе, вот, естественно, мы прислушиваемся и к контролирующим органам, и к надзорным, потому что, знаете, законы меняются, законодательство очень здорово меняется, да, и тем более мы не работали несколько лет, мы пенсионеры, и за это время очень многое изменилось. Конечно, для нас было дико, но это дикие трудовые отношения, это назвать даже трудовыми отношениями нельзя, это не отношения, это просто рабство, ну, в прямом смысле слова, это рабство, полное бесправие, и поэтому, само собой, мы прислушиваемся, вот нам говорят, что изменилось законодательство, там не так теперь. Так вот, оказалось, что работодатель не обязан нас знакомить с руководителями, то есть нет теперь такого. Я нашла рекомендации, значит, МОД, это Международная организация труда, еще 1967 года, где четко написано, что руководство предприятия, там описывается полностью, очень хорошо все сказано, должны знакомить, значит, работников с теми руководителями, с которыми они работают непосредственно. То есть это сплачивает коллектив и так далее. Вы знаете, здесь не хотят сплачивать коллектив, здесь не нужно сплачивать, здесь надо, чтобы каждый сам за себя был. Понимаете, вот, то есть здесь не нужен коллектив, не нужно никакое социальное партнерство, им это не нужно. Им не нужно, чтобы люди знали какие-то права, пользовались чем-то. Вот, ну, чем меньше затрат для предприятия и чем больше давление на работников бесправия, тем проще работать на данном предприятии. Это причем, я хочу сказать, не только на нашем складе, это и на других складах, потому что в марте месяце была забастовка ПВЗ, пункта выдачи заказов. И благодаря вот этой забастовке, я вообще, ну, считаю, вообще от нас огромная благодарность тем, кто это смог организовать. И мы смогли перезнакомиться с другими такими же представителями складов, вот наших Валберис. Они по-разному называются, но все это складское хозяйство, они по одному принципу работают. Мы думали, что только у нас такие, ну, недобропорядочные представители, работодатели. Оказывается, это вообще система, причем очень мощная, непонятная, с непонятными финансовыми потоками для нас имеется в виду заработной платы. Я не говорю о бизнесе. Бизнес – это дело хозяина, вот, этой фирмы. А финансовые потоки, относящиеся к заработанным работниками деньгам, или деньгам, да, вот, то здесь, ну, просто, ну, наше мнение, что ли, мое мнение, что здесь очень недобропорядочные какие-то, ну, отношения. Понимаете, в чем дело? Работодатель, капиталист, заинтересован в том, чтобы максимально увеличить прибавочную стоимость, которую он получает из неоплаченного труда работников. А тут мы видим пример того, что это вот, как бы, такой, знаете, капиталист в квадрате. То есть он в своем желании пошел последовательно и до конца. Но я хочу сказать, что, конечно, эта ситуация, возможно, в основном из-за того, что, да, как бы, трудящиеся себя, ну, вот, вот, именно таким образом… Слонились, да, сонили голосом. Понимаете, насколько перспективно, например, заключение коллективного договора в ваших условиях? Ведь это дало бы, как бы, очень хорошие вам возможности для улучшения своего положения? Ну, сразу скажу, что пока речь не идет о коллективном договоре, потому что до сих пор у нас нет никаких отношений с работодателем. И вот я перейду к тому, что раз работодатель создал такую форму трудовых отношений, это необычная форма трудовых отношений, да, то и профсоюз, мы, да, как представители профсоюза, мы тоже создали другую форму деятельности профсоюза. Мы не упрашиваем сегодня, я думаю, что это видео тоже увидят представители работодателя, потому что, ну, они увидят это. Так вот, сразу говорю, что если работодатель работает не в рамках трудового законодательства, да, то профсоюз работает в рамках законодательства, которое позволяет профсоюзу сегодня защищать интересы трудовых отношений. Но форму мы тоже другую взяли, не ту, которая была ранее принята. То есть, ну, не хотят с нами общаться, не хотят признавать нас, ну, не хотят и не надо, понимаете? То есть, организация, вот какое значение имеет количественный состав? Да, у нас сейчас уже большая, очень большая организация профсоюзная, вот, но, как всегда, во всех организациях актив, он, ну, гораздо меньшее количество, чем общая организация. Это в любой организации, хоть профсоюзная, хоть какая, да? Вот, так вот, достаточно трех человек, чтобы создать организацию и начать действовать, понимаете? Достаточно трех человек. А остальные, они подойдут и будут поддерживать. А вот коллективный договор заключать, это нужна численность. Вот поэтому мы на сегодняшний день пока не говорим о заключении коллективного договора, но к этому мы придем. Я знаю, что к этому придем. Значит, раз работодатель с нами, ну, не вступает в переговоры, когда можно было бы решать вопросы, ну, сидя за одним столом, методом социального партнерства, да? То есть мы выявили, ведь профсоюз, это некая, ну, такая организация, это индикатор происходящего в трудовом коллективе и на предприятии, правильно? Где-то есть какие-то нарушения, где-то есть какие-то разногласия, есть пожелания трудящихся и есть необходимость и пожелания работодателя. И можно же находить, ну, правильно, методом социального партнерства, находить приемлемые варианты решения любого вопроса. Но коли работодатель считает, что, ну, ему не досуг с профсоюзом совместно работать, ну и ладно, мы пару раз, не пару, а мы два раза предложили провести такие переговоры, на что нам ответили, ну, не совсем правильно ответили, да, даже смешно иногда, если посмотреть, да, кто будет охрану осуществлять, тех, кто прибудет на переговоры там и прочее. Я не буду перечислять, мы смеялись от души, и мы примерно понимаем, кто написал это, вот. Ну и ладно, ну, не хотят и не надо. Поэтому мы с начала февраля и начали обращаться в разные контролирующие органы. Это другой совершенно метод работы. Если бы они сели с нами за стол переговоров, если бы мы начали с ними работать вместе, я думаю, вот представители работодателей, если еще не осознают, то зря не осознают. Не было бы столько проверок различных, там, давления и всего остального со стороны контролирующих и надзорных органов. Нам гораздо проще, и я это просто сейчас заявляю, чтобы все понимали, что гораздо проще работать напрямую с контролирующими и надзорными органами. Так бы нам наобещали много всего в решении вопросов, и долго бы тянули, не делали бы и так далее. Мы бы их контролировали бы, писали бы им, что они не выполняют что-то, они бы отписывались от нас, и шло бы это годами. А так, ну, написали в прокуратуру, написали в гострудинспекцию, написали в Роспотребнадзор, в МЧС, там, уполномоченным по правам человека, и машина закрутилась. Она бы закрутилась через год, наверное, пока бы мы с ними там ввели переговоры различные. А так сразу, понимаете? И это эффективнее, проще, легче и удобнее. Вот, поэтому это другой совершенно метод работы, и я его просто рекомендую всем, у кого на предприятиях творятся какие-то безобразия. Мы его попробовали, этот метод, и он работает. Вот, но сразу скажу, что, конечно, непривычно и для как раз вот этих всех органов контролирующих, что, ну, просто сразу, конечно, никто не может воспринять, что такое происходит. Ну, как бы, ну, не верится, что так бывает. Вот. Ну, изучив документы, изучив, что такое моратории, и как это в законодательстве все прописано, что нужно для того, чтобы все-таки проверки были. Мы использовали законодательство и сумели уже убедить Краевую прокуратуру, убедить, упросить, чтобы проверки все-таки пришли. Внеплановые выездные проверки прошли 8 июня, это была прокурорская проверка с участием Гострудинспекции и профсоюзов. Дальше, 19 июля была выездная внеплановая проверка прокурорская с представителями МЧС, пожарная охрана наша, и 1 августа была выездная внеплановая прокурорская проверка Гострудинспекции, неправильно, не Гострудинспекции, извините, Роспотребнадзора. То есть все, что нам нужно было. Гострудинспекция подтвердила нарушения различные, и они сумели от работодателя запросить необходимые документы, материалы, инструкции, объяснения, пояснения, которые доказали, что нарушаются трудовые права. Пожарная охрана наша нашла большой ряд нарушений пожарной безопасности, что чревато, причем во всех случаях мы доказывали, что есть угроза жизни и здоровью. И что обращения были определенного количества людей. То есть не только профсоюз, а количество людей определенно. Почему это организации только можно сделать? Индивидуально никто этого не сделать, не сможет, закон не даст. Но и наш Роспотребнадзор тоже со своей стороны большой ряд нарушений выявил. Поэтому в руках у нас сегодня не просто наши, ну как некоторые говорят, домыслы, это вы там придираетесь к работодателю. Нет. У нас теперь есть заключение контролирующих организаций о том, что действительно нарушаются и какие права нарушаются, в рамках какого законодательства. Значит, прокуратурой города Невиномыска несколько представлений сделано в адрес работодателя ООО ББ Невиномыск. Значит, возбуждено несколько административных дел. Значит, Гострудинспекция оштрафовала на 200 тысяч за сокрытие несчастного случая. С нашим членом профсоюза произошло. Все, что положено, мы сделали. Мы вызвали сами, значит, скорую помощь. Скорая помощь вызвала полицию. Представители работодателя неправильно составили документы, сделали как микротравму, оформили и отвязаться пытались. Вот. Но дальше действия были сделаны, доказали, что это легкая травма. Ожог был химическим веществом, каким-то, мы не знаем каким, кисти рук наш работник ожог получил. Значит, ФСС наш пенсионный фонд по 5 тысяч наложил штраф за каждого. Это как в законе написано. За каждого, кому не вовремя оплатили больничный лист. Не передали вовремя в фонд сведения. Вот. У нас появилась водичка на складе, питьевая. Ну, поставили фильтр. Ну, и сейчас работники могут подходить пить. Единственное плохо, что только в одном месте. И склад же очень-очень большой. И прийти из каждого уголка склада, дойти, чтобы попить воды. А специфика работы, она не позволяет когда угодно пойти. Ты должен выполнить определенную операцию, а ее можно выполнять и несколько часов. И то есть, когда человек хочет пить, ну, либо потерпеть надо как-то. Вот уйти невозможно, бросить невозможно. Но водичка есть, теперь не надо в туалете пить. Понимаете? Сейчас открыли большие раздевалки хорошие. Я знаю, что это было и, ну, предполагали открыть эти раздевалки. Ну, обещали еще к Новому году. Ну, вот в июле месяце открыли мужскую раздевалку и женскую. Но, правда, до сих пор нет душа нигде. И, оказывается, закон не обязывает ставить души. Несмотря на то, что сильная жара, человек мокрый, пыльный, потный, весь измазанный, ему надо переодеться в чистую одежду и идти домой. Или идти в этой грязной одежде домой добираться. А вымыться негде. И очень опасно, что, ну, это законодательством предусмотрено, и санэпидстанция это подтвердила. Нет душа и нет, ну, на химическом комбинате это ванны самопомощи. Ванны все время стоят с чистой водой. Если вдруг химическое вещество попало в глаза, на руки, на тело, человек может в эту ванну окунуться для того, чтобы смыть. И там вода кругом есть. А здесь воды нет, надо куда-то бежать далеко, один санузел. И вот туда бегут не одну сотню метров для того, чтобы вымыться. Если в глаза попало, то это страшное дело. То есть это тоже еще есть. Ну и пожарная охрана, они обнаружили, что нет системы пожаротушения. Ну, как? Вот, нет. Нет там, где новая установка огромная. Я пришлю вам эту этажерку, покажу, как можно будет посмотреть. Мезонин называется. Вот, на ней там масса нарушений была. Вот. Ну, а как температурный режим, вероятно, знали, что придет все-таки проверка. Это, наверное, утечка информации какая-то прошла, да? Так вот, на седьмом этаже вот этой установки огромной, под потолком, под железной крышей, на улице 34, температура с плюсом. А там плюс 28 всего было. Понимаете? Я сейчас покажу, как. Так, вот такой градусник висел. Да. Вот такой обыкновенный, да? У которого вот это двигается, ну, там, ну, можно двигать и можно установить хоть 15 градусов, хоть 28, хоть сколько хотите. Ну, вот такой градусник висел. Ну, это тоже отметили в справке Роспотребнадзор, что так нельзя. Ну, не контролируется вообще полностью рабочая зона, хотя должны по закону с момента, зашел первый рабочий туда работать, должны контролировать состояние микроклимата на рабочих местах. Так, но ссылается все на то, что еще до сих пор нет, мол, в сентябре только будет спецоценка труда проведена. А это проводилось? Нет, пока еще не проводилось. Вот у них на сентябрь оплачено, какая-то компания делает у них там, ну, мы знаем, как сейчас все это делается. Вот, тем более сентябрь это такой, как промежуточный период, когда жара уже спала, а холод еще не наступил. И можно показать комфортные условия работы. Мы тоже это знаем. Что я хочу сказать, что в данный момент, как мы работаем, и рекомендую вообще всем так делать, если обратились куда-то, прокуратура это или Роспотребнадзор, или это там госторудинспекция, неважно куда, МЧС. Мы так делаем. Значит, мы пишем заявление на имя руководителя с просьбой предоставить возможность ознакомиться и методом фотографирования с материалами по нашей жалобе. То есть, что нас интересует, если подана вот профсоюзом жалоба, там описана какая-то ситуация. Допустим, прокуратура. Прокуратура начинает отрабатывать нашу жалобу, да, она же какие-то действия делает, то есть запросы какие-то и так далее. Потом со стороны работодателя поступают некие ответы, вот, что они там ответили, что они предпринимают, или там, может быть, как-то оправдывают какие-то ситуации, вот. И какие меры принимает прокуратура, то ли представление, то ли еще что-то. Ну, и они же нам пишут, что, чаще всего, что все нормально. Ребят, никаких нарушений нет. Вот, ну, мы вот на этом с самого начала удивились, как нет нарушений. Ну, вот как нет нарушений, когда нарушения есть. Поэтому мы стали вот запрашивать вот эти все материалы, чтобы мы могли ознакомиться. Вот, ну, и конечный итог. Мы ведь не ради того, чтобы переписываться с прокуратурой или работодателем это дело. Нам надо устранить. Вот есть ситуация, которая нарушает права работников, да? Нам надо, чтобы это было устранено. То есть у нас не цель нанести вред какой-то предприятию. Вообще профсоюзы – это помощники, это же не вредители. Это помощники на самом деле. Вот если нормальный работодатель, то он всегда должен действительно в социальном партнерстве работать. Предприятие должно процветать. Нам же нужны рабочие места? Нужны. Наши работники хотят тут зарабатывать деньги? Ну, конечно же. Так вот и создайте условия и не воруйте зарплату. Вот и все. Вот это две задачи, которые у нас, у профсоюза, у нашего созданного профсоюза. Две задачи. Создание безопасных условий труда. И заработная плата должна в рамках законодательства полностью выплачиваться. Все, что заработал человек. Естественно, чтобы выплачивались налоги, как положено и так далее. Потому что если кто-то думает, что ему в конверте хорошо платят, да, и налог не платит он, то он сам себя лишает на будущее всего. Мы заинтересованы сегодня, чтобы все налоги с каждой копеечки шли. Потому что это и больничные, это и пенсия будущая. Это и налоговые вычеты, если необходимо. Это и декретные девчонкам нашим. Но там много моментов, которые человек должен осознавать, для чего у него удерживается налог из заработной платы, и для чего работодатель должен налоги платить. А скажите, сколько важно членам профсоюза понимать, что они сами и есть профсоюз, то есть не перекладывать какую-то работу, допустим, на вас, и чтобы позиция людей была более активной, чтобы они принимали участие и в жизни профсоюза, и чтобы действия были более, скажем так, массовыми и правильными. И еще момент. Как вы считаете, необходимо ли вести внутри профсоюза работу, допустим, по изучению трудового законодательства, для того, чтобы люди понимали, на что они имеют право? Ведь многие даже не представляют о том, что им гарантирует трудовой кодекс. Вы понимаете, это вообще святообязанность профсоюза. Ведь защитить человека невозможно. Можно ему показать, как надо это делать. Человек только сам может себя защищать. То есть индивидуально или коллективно. Индивидуальные методы, они существуют. Вот я, допустим, могу себя защищать, я знаю, как я сама могу себя защитить. Но есть моменты, которые я сама не смогу, потому что нужен коллектив. То есть индивидуальная коллективная защита. Да, конечно же, мы стараемся разъяснить, что если человек не будет изучать законы законодательства, если не будет понимать, что коллективно проще, легче и быстрее решать вопросы, и некоторые вопросы только коллективно можно решить, то ничего не получится. Вот задача нашего профсоюза, да, это обучение. Обучение. Я с самого начала сказала, что создали профсоюз, и наша задача воспитать коллектив активистов для того, чтобы можно было передать дальше этот опыт, знания, распространять информацию от трудового законодательства. Ну, это святое дело любого профсоюза. А как же? Поэтому и какие-то видео, чаты выкладываем, и те, которые есть наработки, что-то из законодательства, да, это, ну, как, это основа. А без этого никак. Без знаний, без практики, все равно и практику отрабатывать надо. Да, впереди еще, конечно, очень много работы у нас, вот, потому что то, что мы сегодня получили в результате наших действий, вот, обращений различных, да, и уже действий прокуратуры, там, инспекции и так далее, оно может остаться просто так на бумаге, понимаете? То есть не контролировать исполнение того, что, ну, чего уже достигли, ну, это просто погубить дело. То есть все равно надо, пока не будут решены эти вопросы, их надо оставлять всегда на контроле. Но их и потом надо оставлять на контроле, потому что работодатель может, что-то сделав, решив какой-то вопрос, потом потихонечку у нас называется в народе, говорят, съехать с этой темы, да, снова уйти в нарушение. Поэтому контроль всегда должен быть. Вот это, ну, как бы сейчас это очень-очень важно для нас, вот для нашей организации, мы это делаем. Растет численность сама по себе, мы не делаем рекламы никакой, люди приходят сами в профсоюз. Кто-то активно работает, кто-то просто платит взносы. Мы платим взносы наличкой, оплачиваем это в бухгалтерию высшестоящей организации. У нас есть свои активисты, кто собирает, ну, по группам, как говорят, профгруппа, да, вот, собирает взносы и сдает официально в бухгалтерию высшестоящей организации. Нарушать законы мы не собираемся, потому что, знаете как, мне первые вопросы задали и в прокуратуре, и в налоговой инспекции. Если сразу вы зарегистрированы, вы в юстиции проходили регистрацию, или как, вы юрлицо, или нет. Нам не надо юрлицо сегодня, нам оно просто не нужно, потому что у нас есть высшестоящая организация, имеющая юрлицо. Ну, как бы вот так, да. Но люди потихонечку, знаете, когда человек вообще не имел представления, что такое работать в рамках законодательства трудового, просто работал и работал, особенно молодежь, которая вообще еще нигде не работала, представьте, какое у них впечатление, что на каждом предприятии их будут раздевать, что у них будут забирать заработную плату, что ничего он сказать не может, и вот тут же молча, а то оштрафую, и так далее. Понимаете, вот это страшно, потому что, смотрите, что делается вот на таких предприятиях. Свободный график работы, да. Ведь мы же воспитаны были в жестком режиме трудовых отношений в государстве, вот старшее поколение, если ты не работал, не дед, ты тунеядец. Ты должен был работать, правильно? Сейчас, да, и был график работы, и ты, если опоздал на работу, тебя за опоздание депримируют, ну, по закону депримируют, вот, и так далее. Ну, то есть, это было жестко. Когда объявили, что это свободный график, значит, молодой человек, а молодежь, она любит больше, чем взрослое поколение, любит поспать, да. С утра может человек выспаться, а мамочка может отвезти в садик детишек, отвезти в школу, пойти поработать несколько часов, потом вернуться домой, забрать ребенка из садика. То есть, это очень-очень удобно. Ну, это и законом предусмотрено. Ну, почему бы работодателю в трудовом договоре не написать свободный график? Понимаете? То есть, график под себя подстроить. Почему бы не написать? Ведь работодателю выгоден свободный график. Представьте, если с 9 до 9 бы, и 2 через 2 работали все, ночной смены бы не было. Да, это просто невозможно на наших складах. Тормозилась бы работа, срывались бы сроки выполнения заказов потребителей, покупателей. Поэтому это выгодно работодателю. Но почему они не узаканивают гибкий график? А потому что надо ночные платить. А это 20% доплаты к зарплате. А работать, ну, понимаете, это деньги. Да, конечно, сделано все для того, чтобы платить минимально. То есть, насколько возможно, минимально. Тогда сейчас встанет вопрос о сверхурочной. Да, сверхурочные у нас сейчас обязательно платятся. И платятся со всего. Да, конечно, да. Хорошо. Ну, вот это вот, как бы, понимаете, вот эти моменты. И молодежь, как плохое слово, развращается в этом плане. Ну, вот мы возьмем в плане, как дисциплины труда, что ли, будем говорить так. Да, это дисциплина труда. То есть, удобно ходить, когда хочу. И это нравится молодежи. Поэтому терпят то, что удерживают у них из зарплаты. Потом, что еще? Я могу заработать много. Мне же говорят, я могу много заработать. И мне показывают, если я усердно поработаю. А там, правда, все работают усердно. Там не халявит никто. Вот мне очень понравилось, что все как муравьишки. Ну, вот такой, как бы, живой организм такой трудового коллектива. Ну, и сколько я там находилась, работала на этом предприятии. Да, мне понравилось, что и между собой работники в хороших, нормальных отношениях дружеских были. Хотя, вот, рассказывают, что есть, ну, возникают некие конфликты. Ну, наверное, в каждом коллективе могут они возникать. Но, как бы, так особо я, допустим, не слышала, чтобы там какие-то злобные настроения между другом были. Эти работники, которые являются старшими, ну, те, да. Те, как бы, могут себя не всегда корректно вести. Но, знаете, как говорят, не пойманный, не вор, да. А доказать это очень сложно, потому что никто не знает, кто эти старшие. Написать жалобу в отношении их невозможно, потому что ни фамилии, ничего нет. Ну, вот, как-то вот так. Ну, и я хотела бы сказать теперь по локальным актам нормативным, по заработной плате. Нам говорят о том, что у нас отдельно премиальная оплата труда. И в трудовом договоре, в пункте пятом, у нас это и было прописано, что заработная оплата, значит, отдельно премиальная на основании положения, а отдельно премиальная в системе оплаты труда. Но никто не видел, и мне пришлось сходить в суд, еще в феврале месяце пришлось подать в суд, так как я вот не сказала, я являюсь освобожденным выборным работником. Значит, решением собрания общего было принято решение, что я перехожу на освобожденную выборную должность председателя первичной профсоюзной организации ООО ВВН «Невиномыск». Работодатель мне отказал в увольнении. Не увидели причин увольнения меня по той статье, которую я написала. Это пункт пятой части первой статьи 77 Трудового кодекса. Вот, и в заявлении я указала, что прошу произвести в день увольнения полный расчет со мной. Что я имела в виду? Ну, простое заявление. Прошу уволить, прошу произвести расчет. Слово расчет почему-то все воспринимают, что именно деньги. Мне нужны были документы. Дайте полностью мои расчетные листки. Расчетные листочки не выдаются никому, никак. Ни по заявлениям, никак. В нарушении 136 статьи Трудового кодекса. Ну, то есть, не предоставляли ничего. Вот, поэтому я решила, что через суд я могу эти документы попросить. Ни табелей учета рабочего времени нет. Так как мне 15 февраля отказали в увольнении, я сразу же подала иск в суд с просьбой, ну, в исковом заявлении было, прошу оказать помощь в увольнении и получении полного расчета, да. Вот, и в прокуратуру. Прокуратура успела быстрее сработать, сделали им предписание, и работодатель уволил меня наконец-таки. Но 15 февраля подано было заявление, уволили только 31 марта. По пункту 5, части 1 статьи 77 Трудового кодекса. Ну, а все остальное, суд продолжился, часть искового заявления об увольнении я сняла, а остальное мы с моим представителем пытались все-таки у работодателя получить. И вот 1 июня мы поняли, что больше они нам ничего не дадут, ну, сколько дали, столько дали. Мы получили часть документов и забрали исковое заявление. Не просто так забрали, потому что у нас осталась возможность снова подать в суд. Если кто-то думает, что мы неправильно поступили, мы поступили правильно, так как надо. Вот, ну, это 1 июня, а 8 июня у нас уже была выездная проверка прокуратуры с участием гос. инспекции профсоюзов. И вот здесь мы получили еще ряд документов и получили вот такое положение вот о сдельно-премиальной оплате труда. Ну, а так как мы имеем право знакомиться со всеми материалами, которые, ну, по нашим жалобам там были, то, естественно, мы ознакомились. У нас есть документы, которые сегодня показали, что оказывается в этом положении о сдельно-премиальной оплате труда написано, что работодатель не может выплачивать заработную плату выше, чем минимальный размер оплаты труда по региону. Да, конечно. Не может выплачивать выше. Выше. Вот так, как интересно. Вот так. Вот так интересно, да. Вот все так и говорят. Как интересно. Вот ниже не может выплачивать у всех, а у нас выше не может. Может, понятно. Понятно? И обоснование дают. Понимаете? То есть это положение о сдельно-премиальной. Вот люди думают, что они сдельно зарабатывают. На самом деле работодатель не может им платить выше, чем минимальный размер оплаты труда. Парадокс? Парадокс. Это отмечено и в справке гос. трудинспекции, что это нарушение. Вот что, ну, как бы написано все так, как надо. И предписание есть, и, ну, все меры прокуратуры, какие надо, приняла по этому поводу, да. Но они описывают, вот, нас всегда интересовало, а что же тогда у нас появляется с минусом в мобильном приложении телефона? Что же это за минусы? А это, оказывается, просто вот это мобильное приложение официально, оно у них не узаконено, нет документов. Да, это некая информационная система мобильная. Она чисто ознакомительного характера. И вот то, что человек там сдельно чего-то наработал, это просто его ознакомили. То, о чем я говорила, что это заманивает человека, показывает, что он может чего-то сделать. А вот получить он это не может. У него просто это списывают. А если у кого-то побольше получилось получить, ну, мало списали, а чего-то больше минимального размера оплаты труда вышло, да, то это, оказывается, премия. А вот то, что списали, это не его, это не его деньги. И это все красиво расписано. И расписано, что это информационная система, мобильное приложение. Это, ну, просто так. Знаете, у нас впереди еще много интересного в этом плане. Но появились и расчетные листочки, благодаря вот этим всем действиям. Так вот, в большинстве расчетных листочков написано, удержано по заявлению работников в интересах третьих лиц. Это вообще, по-моему, какое-то жульничество. Ну, вот я вам расчетный листочек пришлю. Естественно, никаких заявлений работников нет. Ну, конечно, нет. Понимаете, и вот до сих пор еще с этим вопросом не разобрались. Дело в том, что и работники писали заявление работодателю. Ну, работодатель не отвечает, естественно. Но ни прокуратуре, ни Рострудинспекции не предоставили вот эти заявления, копии заявлений. Потому что работники пишут. Я никаких третьих лиц не знаю, никаких заявлений не писал. Понимаете? Ну, то есть так. Ну, и сейчас суды, впереди суды. Значит, наши коллеги, первичные профсоюзные организации Подмосковья, они уже ходят в суды, выигрывают. Вот. И мы учимся друг у друга, мы обмениваемся информацией. Благодаря вот этой забастовке мы перезнакомились, я повторюсь. И в данный момент очень удобно. Мы знаем, что у кого делается, как. Мы увидели полностью систему на уровне всего государства. Поэтому, знаете, ну, полегче работать, я хочу сказать. Большую помощь оказывает нам в этой работе тоже ветеран профсоюзной деятельности храмов Сергей Владимирович. Помогают его тоже материалы. Он много нам различных, ну, хороших материалов законодательных присылает. Мы их берем за основу тоже, смотрим, учимся. Ну, так удобно работать. Я могу, конечно, очень много рассказывать и, ну, тонкостей в работе нашей. Ну, думаю, что на сегодня, в принципе, достаточно. Вот задача не упустить то, что мы наработали и довести до конца. Задача обучить поколение в будущее, которое для, ну, которое после нас будет работать. Ну, как после нас? Возьмет эту эстафетную палочку и также будет учить и других, и защищать интересы трудовых работников. Ну, естественно, основная задача безопасных условий труда и заработной оплаты работников – это основа. На этой основе мы работаем. Хорошо. Ну, вот, а уж с соглашениями хорошую подсказку нам Олег Анатольевич Мазур подсказал. Это заключение соглашения, отдельных соглашений. Мы тоже это для себя в планах держим. Сейчас вот немножечко нам довести до конца решения тех вопросов, которые начали. Вот. И все-таки выходить на форму социального партнерства. Ну, если пойдет работодатель на это. Ну, не пойдет, но будем продолжать своими методами работать. Они действуют, поэтому, ну, вот так. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое за возможность поделиться информацией. Спасибо. Хорошо. Все, до свидания. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok